Добрый день всем зрителям. Благодарю, что сейчас с нами. С 31 января 2022 года по первому телеканалу нам покажут новый сериал. Он называется «Цыпленок жареный». Предлагаю узнать вместе с нами содержание серий. Первая серия. Весна 1921 года. Обескровленный войнами и революцией Петроград стремительно меняется с ведением НЭПа. За влияние и власть борются и питерские воры, возглавляемые неким дядей Колей, и банды бывших белогвардейцев, и ЧК при этом неизвестно, кого больше бояться добропорядочным гражданам, ведь методы чекистов не самые деликатные. Своеобразная репутация поэта и анархиста Роди берет много, но не последняя, и обходится без мокрухи, побуждает дядю Колю использовать его для особых поручений. Тем временем с рекомендательным письмом от самого товарища Зиновьева в райком приходит Клавдия, воодушевленная тем, что она здесь в России, в это счастливое бурное время, вернулась из Парижа, чтобы строить новый мир. Вторая серия. После налета Роди на мебельный салон Бухнер решает оставить мелкий бизнес. Теперь у него более глобальные планы, для реализации которых он ищет встреч с главарями криминального мира Петрограда. Дина сообщает дяде Коле об убийстве белыми финнов контрабандистов. Теперь ему придется искать новых поставщиков алкоголя. На первом задании от дяди Коли, Роди действует как всегда с юмором, с фантазией и конечно без вострелов. Тем временем город сотрясает новость о задушенной девушке. Третья серия. Митя вызывает Роди на допрос по делу об убийстве старика-извозчика. У чекистов Роди замечает танцовщица, о чем незамедлительно сообщает дядя Коля. У Клавы крадут документы, зато ее стенгазету принимают на ура, ей поручают работу с картинами для выставки. Дядя Коля договаривается с Кумовым об открытии винокурни. Его люди ищут в городе качественный самогон и находят, у Палыча. У Роди, новое задание, несмотря на подозрения в связях с ЧК, ведь сработать нужно без стрельбы, как умеет только он один. Четвертая серия. Бухнер находит общий язык с белыми. Компаньоны действуют агрессивно, намереваясь расширяться и составить серьезную конкуренцию дяди Коля. Кумов заказывает Шорину наркотическое вещество. Роди организует налет, как и всегда, оригинально и артистично, однако без выстрелов на этот раз обойтись не удается. Вася сообщает шестичастному, что налетчик – хахаль Клавы, но они решают пока попридержать эту информацию от чекистов. Роди возвращает Клаве украденные документы. Пятая серия. Дядя Коля поручает матросу следить за Родей. Полного доверия к нему нет, друг Роди – чекист, соседка из райкома. Несмотря на подозрения, на переговоры с белыми дядя Коля берет с собой именно Родю. Шорин обещает, и Зольди, напуганный после допросов чека высокого покровителя, с которым назначает встречу. Бухнер вынуждает Саркисова предоставить свой склад для хранения белогвардейского товара. Тем временем Клава находит пулю в мешке с мукой и начинает догадываться, откуда этот фравиан. Спасибо за просмотр нашего видео. Подписывайтесь и будете в курсе свежей информации. Продолжение следует...